Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, поклонники Joomla. В этом видео мы с вами поговорим о новых новшествах компонента Gridbox. Для тех, кто не знает, Gridbox это очень мощный, уникальный в своем роде визуальный конструктор страниц, да не только уже страниц, мы можем создавать уже интересные полноценные интернет-магазины, блоги, портфолио и так далее. Обновления сегодня у нас коснутся именно части интернет-магазина. И обновление достаточно крутое для творческих людей, скажем так. Кто занимается, например, ретушью фотографий, кто занимается какими-то обработками цифровыми, какие-то создания каких-то открыток и так далее. И я думаю, здесь можно найти множество применений. То есть вы создаете магазин, у клиента есть возможность к товару загрузить файл-исходник, например, фотографию для ретуши. Для тех, кто не знает, это, например, улучшение фотографии, убирание с фотографии морщин, прыщей и вообще в целом улучшение фотографии, например, если вы этим занимаетесь, да, то человек теперь сможет загрузить исходники прямо к товару и от количества загружаемых файлов может меняться цена. Например, вам надо отредактировать не одну фотографию, а больше. Естественно, это больше работы, значит, и больше заплатить за работу исполнителю нужно будет. Это очень крутая опция. Далеко не во всех магазинах есть такие возможности, но теперь в Gridbox это есть. И давайте в этом видео посмотрим это нововведение, как его подключить, как его настроить. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Давайте работу опции мы с вами посмотрим на моем тестовом сайте, но прежде чем мы приступим к рассмотрению нововведений Gridbox, несколько слов об автоматических обновлениях сейчас в наше время, во времена всевозможных санкций и так далее. Мне уже неоднократно писали, почему у меня там не обновляется то или иное. Вы должны понимать, что сейчас пока что у нас есть возможность обновиться только в ручном режиме. Новую опцию вы сможете в Gridbox посмотреть. Вот смотрите, у меня сейчас на момент записи последняя актуальная версия Gridbox. Это 2.12.12. И здесь у меня даже не сигнализировал, что надо обновиться. То есть вы должны при своей активной учетной записи Gridbox со страницы загрузок Gridbox скачать к себе на компьютер архив и в ручном режиме просто установить поверх на старую версию Gridbox или если это новая установка Gridbox, так же, как обычное, любое другое расширение устанавливается. Давайте я быстро покажу для тех, кто не знает, для Joomla 4. То есть вы переходите в панель управления, система, расширение нажимаем, архив с Gridbox просто вот сюда перетаскиваем в эту область, скачанный с сайта Белбуа. Все. И он у вас установится. Также обновление. Просто поверх. Перетащил архив я сюда, и у меня автоматически все обновилось до последней версии. То же самое, если вы видите, вот здесь вот предупреждение, что Joomla новая версия. Тоже не получится, и русификатор не получится установить в автоматическом режиме из админки, как мы это делали раньше. Переходим на сайт joomla.org, качаем package upgrade, если у нас Joomla уже установлена. Вот. И я вот поставил последнюю версию, у меня была 4.1.2, теперь 4.1.3. И русификатор я также скачал и установил. Теперь у нас все пока что обновляется в ручном режиме. Пока у нас все это не наладится, пока санкции не будут сняты. Итак, переходим к теме урока. Чтобы нам увидеть работу вот этих вот новых крутых вещей, нам нужно это немножко поднастроить. Для этого я перехожу к компоненты gridbox. Здесь я сверну немножечко панель Joomla, чтобы большая часть настроек попадала, так скажем, в экран. Сначала нужно перейти в магазин, дальше опции товаров. И нам нужно вот здесь вот создать новый элемент. Вот он у меня здесь появился. Я на него кликаю мышкой. И вот здесь вот нужно обязательно внизу выбрать, видите, новую опцию upgrade files. Здесь можно как-то назвать для себя. То есть загрузка файлов. Ниже обязательно ли это поле. Выбирайте для себя, для своего магазина. Ниже вы решаете, какие файлы могут, то есть какие можно загрузить. Через запятую перечисляется. Отсюда можно удалить или добавить какие-то файлы. То есть какие файлы запрещены, сюда мы не добавляем. Дальше мы решаем допустимый размер файлов в килобайтах. По умолчанию у меня стоит 2000 килобайт. И ниже у нас здесь есть опции. Пока что они на английском языке, но позже, я думаю, перевод к нам завезут. Давайте переведем. Я скопировал. То есть первая опция, это у нас будет, видите, загрузка файлов перетаскивания. То есть это у нас получается возможность перетащить мышкой, а не просто добавить через кнопку. Сейчас вы это увидите. Дальше. Разрешить несколько файлов. То есть если у вас только одиночный файл к товару можно загрузить, вы тоже можете этим управлять. Здесь получается, если вы включаете ползунок, появляется дополнительный OPPO Max Number Files. То есть получается, что вы можете указать только две фотографии к одному, к одной единице товара можно загружать. Например, две фотографии. Это может быть 3, 10 фотографий и так далее. Для примера я оставлю две. Здесь у нас просто переключение ползунков. Да, нет, никаких дополнительных полей у нас не появляется. Когда изменения настроили, не забудьте нажать на галочку вот сюда «Сохранить». Все, изменения сохранились. Следующее, что нам нужно, чтобы хотя бы вообще протестировать, как это работает, перейти в товары. У меня здесь есть также тестовые товары. Это у меня приложение. Это у меня магазин. Например, вот у меня есть тестовый товар. Я просто в него захожу в режиме редактирования. И чтобы увидеть новую опцию в действии, мне нужно вот здесь вот внизу, где опции. Дополнительные опции. Видите, появилась здесь возможность перезагрузки файлов. Кликаю. И здесь я решаю. У меня пока что стоит значок евро, но просто это тестовый магазин. Это может быть и рубли, и доллары, все что угодно. Цена. Например, вот отретушировать фотографию стоит, грубо говоря, 10 евро. Все. Цену я установил. Также цена может быть здесь еще за продукт. В целом. Но тут нужно уже прорабатывать концепцию, понимать, за что вы взимаете плату. Здесь я поставил просто 0 стоимость самого товара. Но за ретуширование, да, фотографии 10. После я нажимаю сохранить. У меня успешно это сохранено. То есть у вас может быть какие-то товары. Просто покупка каких-то, например, ваших работ. Каких-то электронных товаров, да, какие-то, может быть, значки, там, иконки или какие-то работы в фотошопе вы продаете. А также совместно вы можете еще брать заказы на, скажем, ретуш или какие-то подобные заказы. Давайте посмотрим на фронтальной части сайта. Я перейду в этот товар, где я только что внес изменения. То есть когда вы в товаре это настроите, как сейчас я это настрою, у вас появляется вот здесь, видите, где выбрать, по сути, добавить в корзину. Вот такой вот блок для перетаскивания. Здесь также пока что у нас на английском, но попозже, я думаю, русский завезут и будут вот эти опции на русском языке. И вот здесь тоже. Ну и на кнопке надпись. Написано, что максимальный размер 2 мегабайта. Это как раз-таки то, чем мы можем тоже управлять. Вот кнопка, по которой могу кликнуть, а откроется окно, и я могу выбрать файл из компьютера. То есть, скажем, допустим, я клиент. Я сюда добавляю файлы для ретуширования, которые мне нужно отретушировать. Давайте посмотрим, я загружу какие-нибудь свои фотографии. Вот смотрите, я даже могу сразу две фотографии выбрать, перенести. Смотрите, как они загружаются. Есть корзинка, если вдруг надо удалить, я ошибся, например, не ту загрузил. Также покликаю сразу же прямо здесь, и есть стрелочки, прям мини-галерейка. Их можно отсюда просмотреть перед добавлением в корзину. И вот как раз-таки третью фотографию пытаюсь добавить. И выскакивает ошибка, потому что я в настройках выбрал возможность загрузки только двух фотографий. Значит, две фотографии есть. Здесь вот этот плюс, видите, прибавляет цену 20 евро. Здесь мы его отключать можем, чтобы он не работал. Это как раз-таки делается в опциях, которые мы с вами ранее смотрели. Что дальше может произойти? Добавляем, так сказать, в корзину. Вот мы видим, что они здесь есть, эти фотографии, скажем, для ретуши. И нажимаем «Оформить заказ». То есть я показываю весь процесс, чтобы для тех, кому непонятно, чтобы вы понимали, как это можно где применить. Заполняем данные полей. И сделаем заказ. Здесь у меня написано «Спасибо за заказ». И, по идее, информация вся уходит на почту администратору магазина. Мы с вами в админке посмотрим, то есть я как администратор захожу в «Заказы». Вот сверху новый заказ. Здесь отсюда я также могу видеть и увеличить фотографии, и также их просмотреть в слайде. И здесь стрелки, да. То есть я как администратор захожу, вижу новый заказ получен. Нажимаю на стрелки, то есть скачать 1, 2, или, по идее, вот эта стрелка должна скачивать сразу все файлы. Скачиваю исходник. Вот на компьютер, вы видите, я его скачал. И все, я принимаюсь за работу. Например, у меня задача, ну, отретушировать фотографию. И дальше уже вы на почту клиента, та почта, которую человек указал, скажем, вот здесь вот, к заказу, вы уже готовую работу ему высылаете. Ну, если он уже вам оплатил работу, скажем так. То же самое на email-уведомления. Можно прицепить эту всю информацию. Давайте посмотрим, где это у нас. Переходим на стройки. Здесь email-уведомления. Это можно сделать так же, как письма для администраторов, так же для письма клиентам. То есть new order – это новый заказ, информация о новом заказе в вашем интернет-магазине. То есть я могу просто открыть это письмо, скажем, это для администратора, чтобы мне приходила информация. Скажем, выбираем место. Вот видите, курсор мигает. А дальше я просто выбираю, прокручиваю здесь, нахожу attachment files. Вот, кликаю, и появляется динамический вот этот вот шорткод, который здесь будет уже в письме на почту прикреплять, по идее должен прикреплять вот эти вот файлы, которые нужно редактировать фотографии для ретуши, скажем. Изменения внесли, не забудьте нажать сюда галочку «Применить». И так же для каких-то других писем тоже это можно проработать. Открываете письмо и вносите данные. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Landing page на лету 2.0. А так же и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И конечно же я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Продолжение следует... Продолжение следует...